Долгожданная наша встреча. Мы очень долго готовились. Я думаю, что вы тоже ждали сегодняшнего дня для того, чтобы поговорить о поддержке женщин любого возраста, о поддержке женщин и молодых, и женщин постарше, относительно их красоты. Мы все хотим выглядеть красивее, мы все хотим выглядеть моложе, мы все хотим быть привлекательнее. Так вот, сегодня мы с вами поговорим о том, как же женщине выглядеть моложе. В любом возрасте хочется выглядеть моложе. Мне 41 будет в этом году. Хочу ли я выглядеть моложе? Конечно, хочу. Конечно, когда тебе 40, 50 или 60, это желание усиливается по сравнению с 20-летними, но и в любом случае, в любом возрасте нам нужна с вами поддержка. Поэтому сегодня эфир будет уникальный в том плане, что мы с вами обсудим прям схемы, прям конкретные алгоритмы, добавок наших любимых с точки зрения красоты, новодости, здоровья, с точки зрения подходов, которые я люблю, работы изнутри. И для того, чтобы выглядеть красивее, моложе, работая через процессы, которые внутри женщины происходят. Если вы мне хорошо слышите, видите, помашите мне, пожалуйста, рукой. Телеграм-канал не предусматривает комментариев онлайн, но мы с вами давайте будем махать руками, поднимать руки вверх, если вы мне хорошо слышите и видите. Под последним постом в нашем телеграм-канале про БАД можно задавать вопросы. Соответственно, я по ходу сценария, по ходу нашего разговора постараюсь на них отвечать. Но программа и объем информации, который запланирован, достаточно большой, что успеем, потом, может быть, отвечу в комментариях тогда в телеграм-канале про БАД. Итак, если вы меня слышите, видите, ручки вверх, поднимайте. Всем привет, привет. Друзья, друзья. Я как гинеколог-эндокринолог убеждена в том, что это прежде всего гормональные ресурсы. Если мы с вами рассматриваем систему гормонов, которая внутри нас обеспечивает красоту, молодость и здоровье, то, конечно, на первое место мы с вами должны поставить что? Половые гормоны. Когда мы с вами молоды, когда наши яичники работают прекрасно, когда у нас много ресурсов, когда много фолликулов, мы с вами можем вырабатывать половые гормоны достаточно активно и можем этими половыми гормонами пользоваться. Соответственно, эстрогены в первой половине менструального цикла, прогестерон, гормон второй половины менструального цикла. Это то, что нам дает с вами энергию, ресурсы, это то, что дает нам особое, которое нам нравится, состояние кожи, состояние волос, ногтей. Прекрасные эмоции, прекрасная либидо, и стремление, и мотивация, и все у нас есть, и все у нас прекрасно. Мы на себя в зеркало смотрим и говорим, как нравится. И даже прическа лежит по-другому, когда эстрогенов много, и когда наш гормональный статус абсолютно здоров, спокоен и уравновешен. Вот тогда у нас все хорошо, в молодом возрасте эстрогенов много. Что происходит с женщиной постарше? Женщина старше 35-ти – это возраст, когда начинает потихонечку эстрогены угасать. Тогда наш эстрогеновый фон, он еще стабильный достаточно, но эстрогенов уже не настолько много, как в 20-25. И на нас уже начинают влиять различные факторы. Раньше недосыпы, какие-то нагрузки на работе, на учебе, они не вызывали резких дисбалансов. Мы компенсировали, мы балансировали, мы адаптировались ко многим обстоятельствам. Сейчас старше 35-ти у нас начинает все действовать. Пострессовало нарушение цикла. Перенесла вирусную инфекцию, обострился ПМС. Загрузка на работе, начались отеки или зажоры начались. Наш гормональный статус настолько реактивным становится, что мы, в общем-то, как на пороховой бочке с вами сидим. Но любое дуновение нас из этого равновесия выбивает. Хорошо, еще все неплохо работает. Мы еще себе очень-очень нравимся, особенно в период овуляции, особенно после месячных, когда спадают отеки, когда стабилизируется уровень эстрогенов. Нам все очень-очень даже нравится. Но уже требуются коррективы и поддержки. А старше 45-ти? Что происходит старше 45-ти? Все еще неплохо. Женщины многие в этом возрасте прекрасно, активно инструируют и продолжают достаточно активно вырабатывать свои эстрогены. Но есть и та группа, которая уже страдает от дефицита эстрогенов. Уже начинаются первые проявления, связанные с дефицитом половых гормонов. Что женщины 45-ти начинают беспокоить? Переменопузы они жалуют. Еще есть инструации, но они уже, возможно, не регулярные. Возможно, они уже с задержками. Цикл более короткий. Ей хочется подтянуть овал лица. Ей хочется улучшить состояние кожи. Состояние ее тела тоже меняется. На фоне дефицита эстрогенов угасает формирование мышечной ткани. Мышцы становятся более дряблыми. Формируется тело, так скажем, отечное, тело рыхлое. Оно и тоже не нравится. И лицо не нравится. И косметические процедуры почему-то не стали приносить такого эффекта, как раньше. А вот все дело-то в эстрогенах на самом деле. И в балансе эстрогенов, и прогестерона. И возраст 35+, 45+, и до бесконечности, до самой-самой глубокой старости, это возраст, когда хочется женщине дать эстрогеновое влияние для того, чтобы она могла сохранить свою красоту, для того, чтобы она могла выглядеть моложе. И есть такие наблюдения, наверняка у вас в окружении, на работе или среди родственниц есть женщины, которые выглядят как детьмы, как-то фантастически хорошо. Это женщины, которые в плане гормональных своих ресурсов достаточно насыщены. Женщины, у которых долго менструации, выглядят хорошо. Женщины, которые принимают препараты заместительной терапии или фитоэстрогены, выглядят хорошо. Потому что кожа – это основной показатель вашей эстрогеновой насыщенности. Мы здесь не можем наши половые гормоны куда-то задвинуть в дальний угол и говорить, что это совершенно действительно причем причем. Вспомните себя после менструации и в период первоположного менструального цикла. Мы не бросали, все же, правда? Это царство эстрогенов. Это период, когда эстрогенов много. Когда мы купаемся в этих эстрогенах, вот нам что нужно. Нам нужны эстрогены. Это первое. Второе. От чего еще зависит наша красота, состояние молодости, почему мы еще можем выглядеть моложе, чем все остальные. Мы с вами должны иметь нормальный обмен. Что такое обмен? Обмен – это способность доставлять энергию в клетку, способность доставлять глюкозу, митохондрии. Митохондрии – это батарейки, которые внутри клетки существуют. И, соответственно, мы можем заряжать эти батарейки или не заряжать. И молодость – это не только состояние кожи. Молодость – это и наше тело. Это мышцы, это выносливость, это возможность иметь нормальную мышечную ткань, плотность, тургор тела. Показатели рыхлости, показатели пастозности – это все вещи, связанные с нарушением обмена. Это значит, что наши клетки голодные, они питаются плохо. И скорость передачи энергии в клетку достаточно низкая. Так вот, выглядеть моложе – это значит иметь нормальный обмен. Что нам позволяет иметь нормальный обмен? Нормальный обмен – это работа щитовидной железы. Нормальный обмен – это работа инсулина, гормоноподжелудочной железы, который помогает нам глюкозу доставить в клетку. Это нормальная работа надпочечников. И мы с вами очень часто забываем о том, что наша гормональная система – это тоже ресурс, очень серьезный, глубокий ресурс, который помогает энергию в клетку доставить. И если наши таксисты, наши перевозчики энергии в клетку не работают, что мы с вами получаем? Дряблое рыхлое тело, отсутствие мышц, лишний вес, и в итоге наше тело становится совершенно непривлекательным. И если мы посмотрим с вами на бабушек, которые стоят на остановке, прекрасных, добрых, наших бабушек, бабушек, то они все выглядят примерно одинаково. Это широкая спина, нет контурирования талии, это широкие бедра, это спасательный круг, это отложение в области живота, вдовий, горбик, то есть такие вот метаболические фигуры. И в этом отношении, конечно, все женщины старшего возраста имеют склонность к этим изменениям формы тела. А женщины молодые, это гитарообразная форма, это бедра, это талия, это плечики узкие или широкие, но пропорциональные относительно талии и бедер, это мышечный корсет, это мышечный тонус. Вот, вот это молодость есть, это и есть способ выглядеть моложе. Так вот, для того, чтобы улучшить структуру тела, показатели структуры тела, нам нужно контролировать работу гормонов щитовидной железы. И если мы хотим узнать, как наша щитовидная железа работает, всего три гормончика, нам нужно посмотреть, ТТГ, Т3 и Т4. Если мы хотим улучшить качество работы щитовидной железы, мы должны соответствующие меры предпринять. Вот мы сейчас в следующей части эфира, мы будем говорить, какие меры конкретно, какие конкретно добавки в каждом возрасте для поддержки щитовидной железы мы должны применить. Я сейчас все расскажу, просто вы должны понять, что это очень важный пункт для того, чтобы выглядеть моложе. Мы должны поддержать работу инсулина и работу углеводного обмена. Углеводный обмен – это качественная доставка глюкозы в клетку для того, чтобы мышца жила. Мышцы – это энергетически емкие ресурсы. Мышцы хотят есть, они хотят глюкозы. Если вы мышцы кормить не будете, они расти не будут. Это однозначно так. Если у вас есть стрессы, если у вас нарушена работа щитовидной железы или нарушена работа инсулина, мышцы расти не будут, нам выгоднее жировую ткань содержать в этом случае. Итак, как улучшить чувствительность инсулина к углеводам, как улучшить транспортировку глюкозы в клетку и особенно в мышце применить метаболические средства. У нас с вами есть замечательные способы улучшить качество углеводного и жирового обмена. Я в схемах сейчас все покажу, все расскажу, какие добавки нам следует принимать. Это наш любимый назитол, это хромлипаза. Мы сейчас все это с вами обсудим. Просто понимайте, механизмы – щитовидная железа, гормоны поджелудочной железы, надпочечники. Дальше надпочечники – наш любимый кортизол. Кортизол тоже участвует в транспортировке энергии в клетку без кортизола. Тоже ничего не получится. Для того, чтобы кортизол работал правильно, для того, чтобы он не истощался, для того, чтобы он выполнял работу по транспортировке энергии, он должен иногда отдыхать. Это важное обстоятельство, которое мы с вами очень часто нарушаем. Ночные работы, недосыпы, поздние отходы ко сну, стрессы. Это все разрушает работу надпочечниковых гормонов, которые были нужны и нужны нам всегда, для того, чтобы энергию переносить в клетку, для того, чтобы давать нам выносливость, ресурсность. Так вот, что из ресурсности, что для ресурсности, для успокоения, для стабилизации общего эмоционального фона, принимать мы тоже с вами сейчас обсудим, причем в разном возрасте. Но и для того, чтобы выглядеть моложе, нам нужны с вами особые добавки женские, особые вещества, которые с течением жизни перестают у нас вырабатываться, но в силу физиологических причин. Очень многие косметологи, причем уважаемые у нас специалисты в области красоты, жалуются на то, что с течением жизни, с возрастом, да, женщине становится работать все сложнее и сложнее. Что те косметические процедуры шикарные, которые они выполняют, современные методы, которые они используют, становятся неэффективными. А почему? А потому что каркас нашей кожи, который состоит из коллагена эластина, потому что свойства нашей кожи, они с возрастом меняются, к сожалению. И наша задача с вами, не только гормонально насытить ресурсы изнутри, да, наша задача еще посодействовать структурным элементам, которые с возрастом, к сожалению, угасают. Когда начинает появляться проблема дефицита собственного коллагена? Дефицит собственного коллагена появляется с 30 лет, представляете? Мы с вами с 30 лет уже меньше коллагена вырабатываем у эластина. И если говорить о помощи вашей кожи, если говорить о помощи вашему внешнему виду, чтобы выглядеть моложе, то коллаген – это тот пунктик отправной, от которого нам не отвертеться. Мы физиологически коллаген перестаем вырабатывать, и коллаген – это не только состояние кожи, это и связки. Как ходит женщина старшего возраста? Как в служебном романе? Она скрючилась, сгорбилась, да? Вы помните Алису Френдлиф, которая учила главную героиню в походке? Как ходят женщины старшего возраста? Да вот так, нет осанки, нет возможности гордо нести свое тело, потому что связки и суставы страдают. А все почему? Потому что коллагена нет. Потому что коллаген входит в состав мышц, связок межхрящевых соединений, хрящей входит в состав наших опорно-двигательных структур. И если мы их не будем поддерживать, мы и будем и походкой своей, и свой возраст выдавать. Так вот, относительно коллагена, мы с вами рассмотрим схему приема коллагена, он нам нужен будет примерно с 30 лет. Что касаемо гиалуроновой кислоты? Гиалуроновая кислота – уникальная история. И если мы говорим о красоте изнутри, то гиалуроновая кислота – это то, что насыщает влагой не только кожу, но еще и опорно-двигательные структуры, о которых мы сейчас говорили. Когда же перестает нормально вырабатываться гиалуроновая кислота? Даже с 35 лет нам уже гиалуроновую кислоту собственно строить очень сложно. Очень сложно. Поэтому коллаген, гиалуроновая кислота, комплексы наши любимые, с гиалуроновой кислотой и коллагеном – это то, что нам необходимо с вами, как воздух, примерно с 30 лет. И мы начинаем с вами эти добавки уже в свои схемы внедрять достаточно рано. И все разговоры о том, что это не работает, о том, что это трата денег, о том, что это совершенно бессмысленно – это пустые разговоры. Потому что нужно, во-первых, принимать правильно, во-вторых, принимать качественно. Тогда все будет у нас нормально. Что касаемо комплексов поливитаминных, мы их с вами тоже сегодня обсудим. Это комплексы для поддержания здоровья волос, ногтей, это антиоксидантные комплексы, тоже все сейчас расскажу. Это особые женские добавки, которые помогают нам сохранить клеточные структуры. Мы состоим с вами из клеток. Все состоит из клеток. Волосы, глаза, ногти, волосы, яичники, мышцы, жировая скань – все состоит из клеток. Так вот, чтобы клетка жила дольше, глаза, носа, яичника, чтобы каждая клеточка выполняла свои функции дольше и эффективнее, мы должны ее защитить. А от кого защитить? От свободных радикалов. Кто такие радикалы и почему они свободны? Я как-то даже писала большой материал на ресурсах Siberian Wellness. Можно почитать, найти эти пасты. Но если кратко, свободные радикалы – это результат действий окружающей среды, от которых мы с вами не спрячемся, от которых мы с вами защититься не можем. Чтобы защититься от свободных радикалов, мы должны жить где-то на другой планете, возможно, где более благоприятные условия. Но возможности пока такой нет. Поэтому антиоксиданты – это защитники клеток, которые помогают клеткам жить дольше и работать эффективнее. Так вот, антиоксиданты в возрасте старше 40 мы назначаем практически, рекомендуем практически на постоянное слое. Просто мы эти антиоксиданты меняем, потому что они помогают клетке жить дольше. Раз клетка кожи живет дольше, раз она более насыщена, она активно делится, значит, мы будем выглядеть моложе. Раз клетки яичников более активно насыщены, если клетки яичников могут поддерживать свою жизнь дольше и дольше вырабатывать половые гормоны, значит, мы будем выглядеть моложе. Вот. То есть структура моих мыслей вам понятна, я надеюсь. И вы готовы сейчас перейти к схемам. И мы эти схемы сейчас будем обсуждать для женщин разного возраста. Давайте еще разочек резюмируем первую часть разговора, да. Первую часть разговора относительно того, что делать, да. Что делать. Первое. Поддерживать работу половых гормонов. Второе. Поддерживать работу щитовидной железы, работу обмена углеводного и жирового, поддерживать работу надпочечников. И, соответственно, дальше мы с вами выполняем функции по насыщению, выполняем работу по восстановлению всех ресурсов наших, по восстановлению дикийцетов, чтобы у нас все работало хорошо. Ну что ж, давайте перейдем к схемам. Сейчас мы постараемся подключить, эти схемки. Так. Я пока открываю ваши вопросы. Мы пробуем эти схемки загрузить. Я пока, пока девочки мне помогают подключить вопросики, подключить материалы, я поотвечаю на ваши вопросы. Вы можете задавать их в конце, под последним постом. Сейчас, секунду. Так, ну что у нас получается? Я пока пойду, подключаю на ваши вопросы. Пока у нас есть несколько секунд по этому поводу. Ага. Холка этот какого гормона нехватка. Холка, это вы имеете в виду вдовий горбик, да? Вдовий горбик, это как раз проявление инсулинорезистентности, проявление нарушения углеводного обмена. Сейчас я дам схемы. Девочки пишут, а старше 40. Старше 60, что-нибудь. Сейчас мы все обсудим. Дикий ямс. Надо прекратить первый день месячных, правильно? Как на упаковку тогда начать пить? Если вы говорите о нашем комплексе изофлавон и сои плюс дикий ямс, да, вы можете прекратить первый день мистрации прием дикого ямса, соответственно, после окончания мистрации, примерно с пятого дня, начать новую упаковку и начнуть ее с изофлавона в сои. Если убрали матку, что принимать? 55 плюс. Если матку убрали по поводу миомы, соответственно, здесь два варианта у нас, да? Либо хронолонг, либо изофлавон и сои плюс дикий ямс как восстановительные препараты, восстановительные добавки для дотации фитоэстрогенов. Можно ли принимать хронолонг и ямс и на сеток при первых предметниках пимокса? В вашем случае я бы посоветовала дикий ямс и изофлавон и сои принимать вместе. Соответственно, хронолонг это чуть позже, когда наступит уже постмонопауза, и мизитон можно принимать. Можно принимать дикий ямс или все-таки нет? Если мы говорим о базовой ситуации, когда миома небольшая, у вас нет кровотечений, да, можно, если есть кровотечение, то, соответственно, лучше-таки тормозить. Если было кровотечение, если было и вы разобрались с тем, почему оно было, тогда можете начинать. Если вы не разобрались, если это ситуация экстренная, то, конечно, нет. Что можно принимать при розе шейки матки? Здесь стоит, наверное, начать с обследования. С обследованием. Вот, наверное, здесь будет правильнее сдать мазки на цитологию, а потом все остальное. Так. Киста яичника. Киста яичника. Что принимать? Ну, относительно кисты яичника, здесь вопрос, почему киста яичника это сформировалась. Если она сформировалась на фоне анавуляции, на фоне дефицита прогестерона во второй половине менструального цикла, это одно. Если это результат дефицита половых гормонов, это другое. Поэтому давайте будем начинать с понимания причины ваших кистов, а потом уже все остальное. 57 лет климакс, как 6 лет. Что принимать? Хотя вот мы сейчас с вами и обсудим это. Что вам принимать в схемах? Наши схемы появились на экране. Давайте мы к ним обратимся. К этим схемам. Смотрите, мы с вами сейчас будем разбирать схемы поддержки женской... Продолжая наш разговор, нас ничто не остановит с вами. Поэтому никуда... Всем сидеть. Всем сидеть, никуда не расходиться. Итак, мы с вами даем первую схему. Схема 25-35 лет. Схема, которая будет нам показательной в плане поддержки женского здоровья 25-35 лет. Молодые девчонки, а надо ли им выглядеть моложе? Да, конечно, хочется выглядеть моложе, потому что мы должны же задел иметь на возраст 35-45. Вот давайте об этом сейчас и поговорим. Сейчас я вам все покажу. Так, техподдержка, помогите мне, пожалуйста, листать эту историю. Ага, все, разобралась. Итак, 25-35 лет. Что важно? Мы с вами начинали разговор как раз с того, что нам нужно поддерживать работу половых гормонов. Помните? У молодых женщин как раз работа половых гормонов еще это не особая проблема. У них ресурсы в яичниках есть. Что же мы должны этим женщинам дать для того, чтобы сохранить их молодость, красоту и здоровье? Должны дать им нормальный менструальный цикл. Так вот, смотрите. Наша основная поддержка это эстроген и прогестерон относительно нашей молодости, красоты и здоровья. Так вот, у молодых женщин есть свои факторы, которые, к сожалению, нарушают качество их менструального цикла. Какие это факторы? Это факторы, связанные с учебой, факторы, связанные с работой, факторы, связанные со стрессами. У нас девчонки молодые много учатся, много работают, струстуют. И если мы с вами эти факторы не будем учитывать, не будем их поддерживать, они у нас потеряют нормальную работу половых гормонов. У многих девочек молодых есть нарушение менструального цикла, есть задержки, есть проблемы, связанные с длиной менструального цикла. Так вот, наш дикий ямс и эзофлавон и сои это та помощь, которая помогает поддержать нормальный менструальный цикл у молодых девчонок. Да, нужно разбираться с причинами, но дотации фитоэстрогенов и фитопрогестерона помогут поддержать собственные ресурсы, собственный фитоэстроген и прогестерон для того, чтобы их цикл был ровный. Если ровный будет цикл в этом возрасте, значит, будет меньше отеков, значит, будет меньше проблем, связанных с обменом, будет лучше состояние кожи, будет лучше настроение, будет лучше выносливость. Эзофлавон и сои дикий ямс с курсами 2-3 месяца лучше использовать такими вот точечными курсами, если есть напряжение, если есть проблемы, связанные с ресурсностью, если есть проблемы, связанные с эмоциональными перегрузками, которые девочкам дают вот такие вот проблемы. Итак, следующий наш продукт. Следующий наш продукт. Сейчас, секундочку. Я постараюсь показать. Техподдержка, помогите мне, пожалуйста, на следующий слайд перейти. Так, на следующий слайд перейти. Я хочу сейчас говорить дальше об основных дефицитах. Основные дефициты, как мне их показать? Я пока начну говорить, сейчас мне помогут вывести на экран. Как предупредить основные дефициты? Итак, для женщин 25-35 мы должны предупредить основные дефициты для того, чтобы улучшить показатели общего здоровья. Основные дефициты – это и профилактика сопутствующих заболеваний, это профилактика йода-дефицита, профилактика железа-дефицита, это профилактика всех важных витаминов, дефицита всех важных витаминов и микроэлементов, которые обеспечивают основные ресурсы. Итак, внимание на экране. Я здесь вам перечислила основные наши задачи по предупреждению дефицитов в этом возрасте. В возрасте 25-35 лет. Итак, протеин. Протеин. Для чего мы можем протеин для профилактики дефицита белка? Белок – это то, из чего строится все, что у нас существует, все, что у нас есть. И, соответственно, 30 грамм нашего протеина, любимого на 300 мл жидкости, молока или воды, мы принимаем утром курсами 3 месяца, 2 курса в год. Также для роста волос нужно мышц и, соответственно, для профилактики дефицита белка. Молодым женщинам рекомендуем добавлять схему годовую метилфалат, наш любимый, 400 мг один раз в день, курс 3 месяца, 2 курса в год. Это и профилактика нарушения менструального цикла, это и подготовка к беременности, это и работа печени, это и битоксы волосы, ногти в том числе. Омега-3, 2-3 капсулы в день, как противовоспалительное средство, как средство, которое улучшает состояние кожи, улучшает менструальный цикл, показатели менструального цикла. Йод. Одна капсула в день на постоянной основе молодым девочкам, для того, чтобы формировать нормальный менструальный цикл, для того, чтобы поддерживать работу щитовидной железы. Ну и, соответственно, йод – это еще мощный участник процессов детоксикации, не забывайте это. Витамин D на постоянной основе, наш любимый, на масле МСТ, 2-3 тысячи международных единиц на постоянной основе. Ну и мультихилат магния, наш любимый, который содержит две формы магния, две капсулы в день, курсом месяц, далее месяц перерыв. Если у девочки есть ПМС до 35 лет, можно дозу увеличивать в два раза, это по обстоятельствам, это по ситуации. Мы с вами говорили о влиянии на менструальный цикл у молодых женщин стресса. Стресс – это то, что истощает надпочечники. Стресс – это то, что истощает ресурсы женские. Поэтому нарушение менструального цикла и красота девочек молодых, она зависит и от того, как работают наши эндокринные железы, если стресса влияем на эти процессы. Стресс нарушает работу половых гормонов, стресс нарушает работу надпочечников. Какая красота, если ты находишься в состоянии кортизоловой войны, если ты насыщен стрессовыми гормонами, это отечность, это лишний вес, это тусклая кожа, это мешки под глазами. Как мы можем выглядеть в этом случае, да? Еле ноги бы унести. Итак, релакс-бокс. Наш любимчик и хорошо знакомый товарищ. Один пакет в день, курсом два месяца. Повторять можно по ситуации на фоне стрессов, на фоне загрузок каких-то. Бьюти-бокс. Поддержка кожи и волос в условиях динамичной жизни в городе, в условиях, когда есть проблемы с питанием. Пакет раз в день, во время еды, курсом один-два месяца, три-четыре курса в год. Почему я пишу вам отдельно от Мама-бокса и Метинфалата? Потому что Бьюти-бокс это классный источник витаминов группы В. Там и в достаточном количестве, поэтому используйте его, пожалуйста, рекомендуйте отдельно от витаминов группы В других. Молодым женщинам держать под контролем функций ЖКТ также очень важно, для того, чтобы выглядеть красиво и моложе в том числе, мы должны с вами поддерживать жизнь нормальной флоры в кишечнике. Нормальная флора в кишечнике это источник витаминов и микроэлементов наш родной. Мы их вырабатываем, если у нас все в порядке. И, соответственно, нормальная флора кишечника это залог того, что мы сможем с вами эти витамины и микроэлементы, которые мы съели, усвоить. С этой точки зрения моя рекомендация, моя схема это природный инулин, Эльбифит и Синхровитал-4. Вот это троечка моих любимых помощников, которые помогают вырастить нормальную флору. Инулиновый концентрат помогает стабилизировать качество грядки, на которой будут расти нормальные бактерии. Ну и, соответственно, Синхровитал это помощник желчатоку, помощник работе печени. Для молодых девочек эта схема подойдет. Ну и по умолчанию все-таки до 35 лет это возраст, который может дать нам что? Может дать беременность. И, соответственно, мы должны к ней быть готовы. И если мы к этой беременности будем готовы по умолчанию, то можем со следующего мистерального цикла, например, с разрешения врача, ее планировать. И молодая женщина это та неожиданность, да, которая может дать нам беременности без планирования. Поэтому мама-бокс, здоровая мама, два курса в год, пожалуйста, отдельно от метилфолата, потому что в мамы-боксе есть фолиевая кислота, не метилфолат, но фолиевая кислота. И, соответственно, если мы хотим принимать другие добавки, да, какие-то, то мы принимаем их отдельно от витаминов группы В. Вы это помните. То есть схема поддержки молодых женщин, она выглядит вот так. Это схема, которая рассчитана на средний статистический, скажем, вариант общего здоровья, да, это те острые углы, которые нам нужны, нужно преодолеть, да, для того, чтобы женщина молодая сохранила красоту, молодость и готовность к здоровью беременности. Сейчас нам помогут техподдержка открыть следующую схему. Схема 35-45. Вот, мы сейчас эту схемку с вами будем смотреть. 35-45, да, все верно. И также по этой схемке будем идти и параллельно я расскажу, что я сюда и почему добавила. Потому что 35-45, напоминаю, что это возраст, когда у нас уже появляются немножко другие проблемы со здоровьем. У нас и половые гормончиков становятся меньше, и гиавуроновая кислота, и коллаген вырабатываются уже хуже, и, соответственно, мы здесь должны обращать внимание уже на другие процессы, поэтому что делать, как делать, здесь мы с вами тоже будем все обсуждать. Ну что ж, поехали. Поддержка в возрасте 35-45 лет. Итак, как поддержать гормональную систему в этом возрасте? Гормональная система в этом возрасте уже немножко выглядит по-другому. Мы с вами говорили про рост половых гормонов. Половые гормоны это то, что дает нам состояние молодости, особое качество кожи, волос, структуру села, и женщины до 45 лет, от 40 до 45 лет особенно, это женщины, которые уже требуют поддержки своих гормональных ресурсов. Что важно? Важно уже поддержать свои угасающие эстрогены. Да, конечно, мы с вами изофлавонами, сои, диким ямсом, который сейчас на вашем экране, наш любимчик, мое детище, так я его называю. Мы с вами не воскресенье, но мы же можем свои ресурсы гормональные поддержать, дополнить, дополнить, и это уже классно, это уже хорошо. Соответственно, дикий ямс 3 месяца, 2-3 курса в год с эстрогонами, сой. Если цикл совсем нерегулярный и требуется более активная поддержка, можно принимать на постоянное основе. Что значит на постоянное основе? То есть циклически вы так его и принимаете, потому что собственный эстроген и трогестерон уже работают плохо. Соответственно, если мы профилактически хотим дополнить для того, чтобы выглядеть моложе и красивее, значит, давайте 2-3 курса в год дадим, по 3 месяца, то есть чуть меньше будем принимать и делать перерывы. Поддержать гормональную систему в данном случае очень-очень важно. Если вы используете изофлавону, сои, дикий ямс, вы дополняете свои собственные гормональные ресурсы, женские половые гормоны. Женские половые гормоны это качество волос, качество кожи, качество вашего внешнего вида и качество мужа в том числе, потому что эстрогены и структура тела это важная взаимосвязь, мы с вами в этом говорили. Следующий момент. Контроль углеводного жирового обмена профилактика набора веса. Помните мою аллегорию, мое сравнение про бабушек, которые стоят на остановке. Бабушки, у которых есть спасательный круг, те, у кого есть вдовий горбик, сглажена талия, есть теллюлит, тело превращается в квадрат или в яблоко, да, соответственно, вот для того, чтобы выглядеть моложе, нам нужно улучшить показатели структуры тела и улучшить обмен. Мы с вами об этом говорили в первой части нашего разговора. Так вот, 35-45 лет профилактика набора веса и поддержка скорости обмена. Это наш мионазитол, вдохируем изитол, дозировки 36 капсул в день, можно в два приема, можно в один. Соответственно, курсом два месяца, три курса в год. Дело в том, что качество работы инсулина и скорость обмена ухудшаются с возрастом. Представляете, мы все в эту ловушку попадем. Нет людей, которые бы не попали в эти процессы, даже если они питаются шикарно, даже если они спортом занимаются, все равно инсулино-резистентность и снижение скорости обмена подкрадутся. Такого не бывает, чтобы их не было. Контроль углеводного жирового обмена в хромлипаза. Одна, две капсулы в день, курсом месяц, три курса в год. Хромлипаза это активатор прежде всего жирового обмена. Я его назначаю как активатор поддержки жирового обмена. Хром это улучшение чувствительности инсулина к углеводам. Но я бы сказала, что инозитон в этом возрасте более выгодный и первостепенное значение имеет, чем хромлипаза, потому что инозитон еще и будет поддерживать работу яичников, поддерживать качество обуляции. А уже после 40 обуляция может быть нарушена, может быть не всегда, не в каждой менструальной цикле. Предупреждаем основные дефициты. Итак, для возраста 35-45+. В целом все те же самые, что и раньше я описывала в более молодом возрасте омега-3, органический йод, витамин D, мультихилатмагния, но сюда я добавила еще витамины группы B. Почему в возрасте 35-45 витамины группы B это обязательно игрок? Потому что это и поддержка нервной системы, это поддержка детокса, поддержка работы печени, это поддержка волос, тактей, это поддержка наших процессов связанных с формированием менструального цикла. Витамины группы B это то, что помогает усваиваться железу и другим микроэлементам. Поэтому одна капсула в день курсом один месяц, два курса в год обязательно можно больше по состоянию, по ситуации. Отдельно от метилфолата и отдельно от хейер мейлс-кук. В этом комплексе, мы сейчас его чуть позже обсудим, тоже прекрасно представлены витамины группы B, поэтому мы от волос и ногтей, от нашего розового кубика любимого, эти добавки будем принимать отдельно. Но я прошу в этом возрасте витамины группы B принимать. Поддержка нервной системы релакс-бокс никуда не делась витамина. Витамины стресса витамина. 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 Протеин и протеин для того, чтобы поддерживать уже состояние кожи, поддерживать красоту и молодость. Мышечная ткань и корсет тела это и осанка, это стоимость, фигура, это внешний вид, который делает нас тоже моложе. Итак, коллаген. Две мерные ложки на 150 мл воды во время еды курсом 3 месяца 3 месяца перерыв для улучшения коллагенного каркаса кожи в том числе такая схема подойдет. Протеин наш вариант 30 г на 300 мл жидкости утром натоща курсом 3 месяца 2 курса в год для роста мышц, волос и профилактики дефицита белка. Поддержка пищеварительной системы нужна нам для эффективного усвоения витаминов и микроэлементов. Та же самая моя тройка, я ее рекомендую и для женщин этого возраста, это природный нулиновый концентрат и дефицит синхровитал 4. Особое внимание обращаю на синхровитал 4, это качественная профилактика нарушения тока желчи и защита печени. Уже в этом возрасте это тоже важно. Ну и добрались мы с вами до антиоксидантов, да, те, которые защищают радикалов, которые свободны. Антиоксидантная защита и детоксия это то, что с возраста 35-45 будет нам нужно всегда, постоянно, потому что мы уже с вами пожили какое-то время на этой планете, уже наши клетки получили воздействие свободных радикалов и поэтому мы должны их защищать. итак, какие антиоксиданты я рекомендую включать в схему в этом возрасте. Куэнзим Ку-10 эсоцитироглутатион наш шикарный вариант и комплекс H-терапии антиоксидантов. Это классные антиоксиданты базовые, которые в своей работе я использую, но смотрите, мы с вами договоримся, мы все и сразу не будем применять. Какой-то один антиоксидант возьмите для начала и соответственно меняйте в течение например цикла какого-то месяц Куэнзим, месяц глутатион, месяц комплекс H-терапии. Это было бы здорово, но H-терапии пожалуйста отдельно от мионоситола и отдельно от хромлифаза, потому что там тоже антиоксидантные есть действия у этих компонентов, чтобы одно другому не мешало. Поэтому антиоксиданты это наше все 35-45 все сюда. Улучшение качества волос кожи и защита от таяния. Мы изнутри поработали, мы восстановили ресурсы, мы дали гормональную подпитку, мы с вами восстановили работу коллагену ластина, мы помогли, а теперь мы должны напрямую повлиять на улучшение качества кожи, волос и защитить их от внешней среды. Итак, наш любимый Beauty Sands. Возьмите его один пакетик в день после еды курсом месяц, три курса в год. Надежный помощник для того, чтобы сохранить качество кожи, качество волос, помочь вашему косметологу в эффективности косметологических процедур, если вы еще до туда не дошли, например, как я еще не хотела, не знаю, чем там занимается, то, значит, пока начните с Beauty Sands. Но, гиалуроновая кислота отдельно, должна быть препарат гиалуроновой кислоты, добавки наши с гиалуронкой тогда будут отдельно, и отдельно мионоситолы хромлипаза от Beauty Sands. Это связано с тем, что там тоже есть влияние такие вот антиоксидантные эти добавки смешивать просто не надо. Не то, чтобы это опасно, это не опасно, просто смысла нет. Пить их отдельно. Ну, и наш 3D Hair Nails Куб по одному пакетику один раз в день, курс в месяц, два курса в год. Желательно отдельно дикого ямса изофлавонов сой, органического йода, фалата и витамины группы В, потому что это очень насыщенный комплекс для работы всех ресурсов, которые направлены на восстановление качества кожи и волос. Поэтому мы этот пунктик Beauty Sands и Hair Nails возьмем с вами на постоянной основе для того, чтобы эти ресурсы восстановить. сейчас нам подгрузят следующую схему схемку для женщин старше 45 задача схемы 25-35 1 это поддержка чтобы ресурсы не тратить задача 35-45 это уже восстановление в том числе кожи, волос коллагена, эластина, каркасов, дефицитов, а задача схемы 45 плюс будет это здоровое долголетие, поддержка кожи, поддержка антиоксидантная и у этой схемы уже задача дать женщине возможность здорового взросления, здорового, красивого взросления. Мы же за естественные процессы. вот, сейчас мы увидим с вами эту схемку. Я так понимаю, что почти все готово. 45 плюс внимание всем. Еще знаете, какая история бывает? Женщины спрашивают, а что же нам делать 72? Да вот, в принципе, вот то, что сейчас я буду рассказывать. Вот, женщина 45 плюс это уже собрание и сопутствующих заболеваний в том числе. Вот, сопутствующие заболевания в этом возрасте это то, что правит балом и, к сожалению, нарушает качество жизни. Поэтому те моменты, те варианты поддержки, которые вы сейчас увидите, они еще и направлены на то, чтобы улучшить ситуацию с сопутствующими проблемами, с сопутствующими состояниями. Поэтому важно для тех, кто старше 45, 60, 80, здесь у нас кстати есть клиенты, есть девочки в сибирском здоровье старше 80, которые мне пишут часто в директ, и я просто радостно всегда такие сообщения принимаю, люди собой занимаются, себе заботятся, это классно. Ну что ж, давайте, остается не так много времени, что мы делаем старше 45 лет. Вот, смотрите, мы с вами говорили про Инозитолтики Ямска наш основной помощник в реализации поддержки гормональных процессов, поддержка и замещение половых гормонов, поддержка ресурсов, связанных с половыми гормонами для женщин до 45 лет. Вот, женщину старшего возраста, у которых уже нет инструации, я бы все-таки рекомендовала перейти на хронолонг, на наш старый знакомый хронолонг. Если у вас инструации есть еще 45 лет и старше, то, соответственно, вы оставляете зафлавону сои, дикий ямс. Когда инструация заканчивается, я советую перейти на хронолонг, там уже нет цикличности изофлавонов сои, дикого ямса, как цикличных работников гормональных менструального цикла. Уже все ровно, все ровно и, так скажем, однообразно. Так вот, тех хитоэстрогенов, которые есть в хронолонге, уже будет достаточно. Вот, если менструации нет, значит, хронолонг одна капсула в день постоянно, даже если она 84 года. Без разницы. Дальше. Работаем с физиологической инсулинорезистентностью, профилактируем сахарный диабет. Женщина старшего возраста, 45+, напоминаю, это то состояние, которое чаще всего связано с потерей чувствительности инсулина, глюкозе. И эта ситуация всех касается, да, а кого-то она касается уже таким образом, что есть уже преддиабет. И женщина старшего возраста и сахарный диабет это риски чего? Инфарктов, инсультов, лишнего веса, риски инвалидизирующих сопутствующих осложнений, поэтому этого допустить не должны. Мионозетол и таурин, здесь уже появляется еще и таурин, 3-6 капсул в день минозетол, таурин 1 капсула в день, месяц 3 курса в год, желательно отдельно от мионозетола. Что это нам дает? Это нам дает профилактику сахарного диабета. Если вы применяете какие-то лекарства, у вас есть преддиабет, и вам врач уже что-то назначил, естественно, мы не конкурируем с назначением вашего доктора, мы занимаемся превенцией, мы занимаемся профилактикой. Это лишь помощь, это помощь тем, кто хочет эти риски предупредить. Дальше. Старший возраст это нарушение баланса либо протеидов низкой и высокой плотности, нарушение баланса холестерина. Профилактика нам нужна атеросклероза, инфарктов, инсультов и сосудистых изменений. Женщины старшего возраста это риски сосудистых проблем. Что нам приходит на помощь для того, чтобы улучшить прогнозы по сосудистым заболеваниям и нормализовать баланс хорошего и плохого холестерина. Омега-3 жирные кислоты, витамин Е, S-ацетилглутатион, метилфалат, витамин и Витамины группы В. Почему эти добавки? Потому что они укрепляют сосудистую стенку, помогают улучшить реологические свойства крови, то есть текучесть крови и прежде всего защищают стенку от воспаления, стенку сосудов. И соответственно бетаин и витамины группы В. Бетаин помогает усваиваться витамином группы В и соответственно в этом возрасте тоже важное такое замечание. Бетаин и витамины группы В отдельно от волос, ногтей в кубике в розовом. Потому что там тоже есть витамины группы В. Царкопения. Царкопения – это тот термин медицинский, которого боятся все женщины. Царкопения – это потеря мышечной ткани, потеря мышечного корсета и замещение мышц жировой ткани. Вот эти вот висящие ручки – это царкопения. Особенно у женщин старшего возраста, пожилого возраста. Посмотрите на своих бабушек, у бабушек мышц нет. Бабушек есть жир, ну или в лучшем случае бабушка сухая, с висящей кожей. Вот это есть царкопения, вот таким простым языком. Для того, чтобы ее не было, во-первых, нам нужны фитоэстрогены, мы с вами определились в первом пункте. Далее, нам нужен протеин и элькарнитин, того, чтобы предупредить царкопению женщин старшего возраста. Протеин 30 грамм на 300 миллилитров жидкости, элькарнитин на гад-декапсулу, после завтрака в курсе месяц, три курса в год. Отдельно от таурина и миоэлазитола, потому что эффекты их могут пересекаться. Это не страшно, если вы будете принимать вместе, но просто смысла нет. Контроль работы ферментов в качестве пищеварения. Все то же самое, что и обычно моя троечка и синхровитал-4 обязательно, потому что у женщин старшего возраста и пожилого возраста качество нарушения оттока желчи резко падает. Появляются запоры, появляются нарушения перистальтики. Это все сюда. Антиоксидантная защита как никогда нужна старше 45 лет. Коэнзин-Ко-10, Эйдж-Терапи, антиоксидант. Эти вещи вы принимаете практически постоянно. Вы можете миксовать их, вы можете их менять. Одна капсула в день или того или другого курсом 3 месяца. Например, комплекс антиоксидантный отдельно от миомезитола, отдельно от хромрепаза, чтобы не усиливать эффекты антиоксидантные. Это практически на постоянной основе. Коэнзин-Ко-10 тысячи защиты сосудистой стенки. То есть даже если женщине 70 лет, 60 лет, и она уже принимает горстями препараты от терапевта или кардиолога, антиоксиданты с этим совсем совместимы. Это защита сосудистой стенки. Это не просто какие-то витаминки. Это защита сосудистой стенки и, соответственно, профилактика инфарктов и инсультов. Профилактика остеопороза. Чтобы выглядеть моложе женщине старшего возраста, ей нужна летящая походка, ей нужны здоровые суставы, ей нужна ясность ее физического состояния. Поэтому органические кальция, витамин D, 3 капсулы органического кальция 2 курса, курсом 2 месяца, 3 курса в год и витамин D 2-3 тысячи международных единиц постоянно. Профилактика остеопороза должна начинаться с возраста. Внимание, когда у вас закончились инфарктовы, вот я дала этот пунктик профилактики остеопороза от 45, но если ваши менструации преждевременно закончились в 43, учите, пожалуйста, профилактику остеопороза, потому что как только вы теряете эстрогены, мы на всю жизнь становимся группой риска по остеопорозу. И женщины старшего возраста должны постоянно этот вопрос держать на пульсе. защита кожи от старения и поддержка суставов. Чтобы выразить моложе 45, нам что нужно? Нам нужен коллаген, гиалуроновая кислота, ну и еще и для поддержки суставов. Нужно ли женщине в 60 лет поддерживать состояние кожи? Естественно. Наша мама ей 72, у нее всегда в холодильнике есть набор для масок лица, у нее всегда есть коллаген, у нее всегда есть гиалуронка, различные маски и капсулы с гиалуроновой кислотой, капсулы с коллагеном. И когда я спрашиваю, почему ты так долго собиралась в магазин, она говорит, мне же надо было масочку сны. Человеку 72 года, на минутку. Поэтому я понимаю, насколько это важно для женщины старшего возраста, не только от 35 до 45. Поэтому коллаген 2 мерные ложки на 150 мл воды 3 месяца, 3 месяца перерыв этой коллагеновой каркас кожи и суставов и гиалуроновая кислота, капсула с едой 2 месяца 2 курса в год. Это обязательно. Поддержка когнитивных способностей память и мышление. Человек молод, пока он мыслит в одном ключе со своими детьми, со своими молодыми коллегами, со своими родственниками, пока он мотивирован что-то изучать, пока он мотивирован к новому, пока он мотивирован вообще какой-либо жизненной активной позиции. так вот когнитивные способности их можно по-разному поддерживать, во-первых, эстрогены и прогестерон, фитоэстрогены дают нам остроту ума, способность мыслей, способность когнитивно быть полноценными, но и антиоксиданты и витамины группы В, и все, что мы перечислили, это все тоже ум, это тоже голова, но есть у меня один любимчик, это гинкобилова, который дает результаты, я их вижу и тоже назначаю, одна капсула в день курсом 3 месяца 2 курса в год, практически на постоянной основе, особенно женщинам старшего возраста, особенно тем, кто с сопутствующими заболеваниями страдает, соответственно, не может в силу своих физических возможностей что-то изучать, что-то читать много, или быть сильно активными, поэтому защита когнитивных способностей это важный раздел антивозрастного, такого списочка антивозрастной поддержки. Ну что ж, вот наши с вами моменты по схемам, я надеюсь, что все понятно и надеюсь, что есть ток от моей деятельности, я сейчас открою комментарии ваши под крайним постом в нашем чате, презентацию можно ли где-то увидеть, конечно же, можно увидеть, ее обязательно разместят в канале, это можно будет все посмотреть, спасибо за эфир, все полезно, с вашими эфирами на старость не догонит, конечно, не догонит, мы ее догоним и еще обратно отправим, да, так, дальше, что еще, ваши впечатления, ваши впечатления, так, 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 будет ли запись, конечно, будет запись, пить ли все продукты одновременно, смотрите, я даю схему, которую вы можете использовать как базовую для своих клиентов и для себя, соответственно, эта схема предусматривает алгоритм, предусматривает алгоритм, поскольку в этой схеме биологически активные добавки, которые влияют на основные процессы связанные с общим здоровьем, вы не боитесь принимать их одновременно, не боитесь, но имейте ввиду, что каждый человек индивидуален, у каждого человека могут быть сопутствующие состояния, которые уже потребовали дополнительных назначений от лечащего врача, поэтому это нужно все учитывать и, соответственно, вводить добавки сразу все кучи, конечно же, не надо, вводите по одной в течение двух, трех, четырех дней, смотрите эффекты, результаты, перенесимости, потом что-то добавляете еще, поэтому вы смотрите по состоянию своему, да, или по состоянию клиента, насколько он замечательно это все переносит, но это основные разделы, основные разделы, которые нужны в каждом возрасте для того, чтобы выглядеть моложе, выглядеть красивее, выглядеть здоровее, по умолчанию, да, то есть это вещи, которые проверены на опыте на моем и на тысячах моих пациентов, клиентов, и это концентрат моих, так скажем, алгоритмов, которые я вам дарю, которые я с радостью вам передаю в работу, ну, а вы уж не подведите, используйте, знать не значит делать, да, начинайте с того, что делайте, применяйте, чтобы все у вас было прекрасно. Всем спасибо за внимание, до новых встреч, спасибо за доверие, за то, что провели это время со мной.